Зарубежные эксперты и большинство регионов страны В Самаре стартовал 6-й Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023» Детская площадка для малышей, спортивная, для детей постарше И прогулочная зона с лавочками для жителей серебряного возраста На Старозагора 184 благоустраивают двор По программе формирования комфортной городской среды В городе продолжают бороться с незаконной торговлей На пересечении проспекта Кирова и Теннисной ликвидировали незаконный объект Предприятия Самарской области за два с половиной года Получили из Федерального фонда развития промышленности более 10 миллиардов рублей Это прямые субсидии на компенсацию расходов и льготные займы Такая поддержка помогает эффективнее решать вопросы импортозамещения И обновлять оборудование По поручению губернатора Дмитрия Азарова Особое внимание уделяется поддержке оборонных предприятий Они могут получить льготные займы до 50 миллионов рублей Под ставку от 1 до 3% на срок до 2 лет Для участников специальных инвестиционных контрактов На территории Самарской области Предусмотрены льготные ставки по налогу на прибыль И по налогу на имущество С 2020 года на территории региона Участники нацпроекта «Производительность труда» Могут получить инвестиционный налоговый вычет Зарубежные эксперты И более 30 регионов страны В Самаре открылся 6-й Всероссийский фестиваль Архитектурное наследие 2023 В рамках деловой программы Российские и зарубежные специалисты Обсудят требования к развитию исторической среды Особое внимание уделят памятникам архитектуры Которые имеют большое значение Ранее фестиваль проходил в Москве Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде И Нижнем Новгороде В этом году лучшие архитекторы России и мира Прибыли в Самару Подробности в репортаже Ольги Павловой Макеты узоров, которые вскоре украсит фасад Одного из исторических домов Санкт-Петербурга Надежда Васильева заготовила заранее И надеется придать им презентабельный вид Совместно с гостями фестиваля «Архитектурное наследие 2023» На мастер-классах, которые организовала девушка Можно узнать все о технике реставрации зданий Исторического и культурного наследия И даже поучаствовать в изготовлении рисунков Тем самым расписавшись яркой кистью Во многовековой истории Мы берем исторический рисунок Если он есть, допустим, из архива Либо мы ориентируемся на соседний рисунок Где сохранился цвет Подбираем пигменты В соответствии с историческим цветом Есть специальные планшетки Где все это колируется, прикладывается Смотрится, чтобы цвет совпадал Зарубежные эксперты и более 30 регионов нашей страны Со сцены летнего театра в Струковском саду Звучат слова благодарности и поздравления В Самаре открылся 6-й Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023» В рамках деловой программы Уже запланированы дискуссии О развитии исторической среды И сохранению памятников культурного наследия Также пройдут смотр конкурсы Научные конференции Тематические выставки Демонстрирующие лучшие проектные решения Тема фестиваля этого года Архитектурное и градостроительное наследие Как стратегический ресурс Социально-экономического развития территории России Одним из основных событий Первого дня работы фестиваля Стала презентация проекта концепции Развития исторического поселения Самары Тема фестиваля для Самары крайне актуальна В конце 2019 года Центр Самары был наделен статусом Исторического поселения И мы сейчас работаем над концепцией Развития нашего исторического поселения И наши принципы Наши подходы В этой работе Будут представлены На одной из площадок фестиваля И очень надеюсь Что ваше знание Ваш опыт Ваше интересное решение Помогут и нам Развитие исторического центра Самары Губернатор региона Дмитрий Азаров Назвал одной из приоритетных задач Для того, чтобы реализовать Основной принцип исторического поселения Развивай, сохраняй Необходимо создать привлекательный инвестиционный климат Обеспечить комфортную среду для туристов Обновить коммунальную и транспортную инфраструктуру Насытить территорию социальными, торговыми и другими объектами Фестиваль архитектурное наследие 2023 Поможет самарским архитекторам Обменяться опытом в этом и во многих других вопросах С лучшими российскими и зарубежными специалистами Многие из которых отмечают положительный пример Самары В плане сохранения памятников исторического и культурного наследия Вот сегодня Всероссийское общество охраны памятников Показало нам так называемую заварку Прекрасно восстановленный объект И вот это и нас поддерживает И всегда вселяет надежду на то Что все-таки охрана памятников в России Очень активно приобретает движение И не только со стороны специалистов Но и широкой общественности Ранее фестиваль проходил в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде В этом году лучших архитекторов России и мира приняла Самара Где проводить фестиваль? Конечно в том городе, который любит свою историю Который уважает свою историю, который чтит свою историю Который занимается постоянно реставрацией и приспособлением памятников архитектуры Это Самара Поэтому мы сюда приехали И мы поняли, что в администрации города и области Большая заинтересованность в проведении именно такого мероприятия Это тренд сегодняшнего дня Я думаю, он будет длиться очень долгие годы Традиционно основной целью фестиваля станет поиск и выявление лучших примеров сохранения И приспособления к современным условиям памятников архитектуры и исторической градостроительной среды России На торжественном открытии фестиваля было подписано соглашение между Союзом архитекторов России И Комитетом по сохранению памятников и достопримечательных мест Просим вас подписать соглашение Архитекторы участвуют и в процессах реставрации, и консервации памятников Поэтому нам действие поработать У нас есть убежденность, что Самара это реальный исторический город Здесь очень много примеров положительных Именно на положительных примерах мы вместе развиваем нашу науку, наш совместный опыт Программа фестиваля «Архитектурное наследие-2023» рассчитана на три дня и завершится 10 июня Зрители ждут Всероссийской конференции на тему социально-экономического развития территорий Круглые столы, кейс-сессии и лекции, посвященные вопросам сохранения культурного наследия Ну а главным событием фестивальной программы станет награждение победителей и торжественное закрытие В деловой программе мероприятия примут участие более 100 ведущих экспертов в сфере архитектуры и реставрации Ольга Павлова, Николай Епифанов, События Актуальные задачи по подготовке города к предстоящему отопительному сезону разбирали на заседании штаба в Департаменте городского хозяйства и экологии Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко Сейчас в Самаре профильные службы работают на основных плановых объектах теплосетей На 17 уже реконструируют теплотрассы А еще на одном участке в 18 планируют начать работу к концу недели Но площадку уже начали готовить к перекладке Обустраивают зону и выставляют необходимые ограждения и аншлаги Кроме того, по восьми дополнительным объектам завершается согласование Говорили на совещании о первых результатах подготовки к отопительному сезону На улице Шостаковича, рядом с Домом офицеров, заканчивают перекладку теплотрассы протяженностью 239 метров Здесь укладывают новые трубы системы оперативного диспетчерского контроля Она способна определить место повреждения коммуникации с точностью до 1-2 метров Такие трубы обладают повышенной прочностью и герметичностью А срок их службы составляет до 50 лет В ближайшее время на улице Шостаковича подрядчик начнет восстановление благоустройства территории Напомню, что перекладка и модернизация теплотрасс – одно из важных направлений работ во время подготовки к зиме От результатов зависит стабильная подача горячей воды и отопление в дома во время холодов На улице Самарской в Ленинском районе города произошло обрушение одной из пешеходных зон Грунт провалился в котлован строящегося дома Предварительно виновник порчи благоустройства застройщик, который занимается возведением здания Все подробности коммунальной аварии выяснил Михаил Ермоленко Дефекты между буронабивными сваями – только часть разрушений, которые видны сквозь объектив камеры А вот что осталось от пешеходной зоны вдоль дороги Большая часть грунта из-за недавних дождей сошла вниз, до 18 метров, на глубину котлована, который разработали для строительства жилого дома Однако не один только погодный фактор сыграл роль Человеческий фактор в этой истории виновник не меньше Представитель застройщика утверждает, что все выполняли по плану Осмотр территории доказывает, что не все так хорошо, как на словах Это последствия вашего халатного отношения к этому вопросу Да, потому что все, что касается, это касается именно то, что вы сделали Вы пытались это перевалить на метро, вы пытались это перевалить на тот, кто прокладывал кабель То потом вы начали приваливать сюда в рамках того, что это СКС А на самом деле это ваша полная безграмотная работа, производство работы здесь на стройке Выездное совещание на месте аварии прошло под председательством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко С участием административной комиссии Ленинского района, представителей департамента городского хозяйства и экологии, общественников и застройщика Предварительная причина обрушения части пешеходной зоны – неукрепленные стенки котлована, строящиеся многоэтажки Плюс не было проведено мероприятие по водоотведению для предотвращения размыла Что сейчас мы и видим То есть бурно-бивные сваи, грунт ушел между ними После дождя, естественно, произошел подмыв грунта и обвал Членам административной комиссии Ленинского района предстоит проверить документацию, свести все факты и на их основе сделать заключение Данный факт будет рассмотрен на административной комиссии с учетом всех имеющихся документов И будут приняты меры в рамках действующего законодательства к виновному лицу А пока застройщику выдано предписание в кратчайшие сроки и за свой счет восстановить благоустройство пешеходной зоны Производят работу для того, чтобы убрать грунт, восстановить поврежденные коммуникации вследствие просадки грунта и дальше восстановить тротуар Также поручено привести в порядок одну из полос проезжей части, которую подрядчик ранее самовольно перегородил Бетонные блоки уже убраны, но в будущем при производстве необходимых работ станут выставлять временные ограждения Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События В Самаре продолжается обновление дворов по федеральной программе формирования комфортной городской среды Нацпроекта «Жилье и городская среда» Одним из объектов, участвующих в этом году в программе, стал двор у дома 184 по улице Старозагора Как идут работы, увидела Галина Топилина Раньше во дворе дома 184 по улице Старозагора ничего не было Только пустырь и устаревшее оборудование на детской площадке, рассказывают местные жители Чтобы сделать территорию удобной и красивой, они обратились в районную администрацию с заявкой на участие в федеральной программе Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» Вместе с администрацией жители домов разработали проект обустройства двора, а теперь контролируют ход выполнения работ Все нам делают, благоустраивают Чисто будет Для детишек будет где поиграть И пожилым людям, где будет отдохнуть, посидеть Территория большая Я думаю, всем хватит места В администрации района говорят, что над проектом пришлось основательно поработать Близко к поверхности здесь проходят коммуникации Многие задумки неосуществимы Но даже в таких условиях смогли организовать пространство так, чтобы была и детская площадка для малышей И турники для детей постарше И на прогулочную зону с лавочками тоже место осталось Была такая только небольшая зона, в которой можно поставить оборудование детское И жителям принято решение сделать оборудование для самых маленьких То есть это качели, песочница, качалка на пружине И для детей постарше это турники То есть это воркаут Два воркаута То есть площадка, несмотря на то, что она небольшая, будет такая полноценная для всех Сейчас уже проведена пиловка деревьев Обустроены тропинки На детской площадке идет установка малых архитектурных форм Работы здесь начались в конце апреля Завершить обустройство двора планируют уже в этом месяце Всего в Кировском районе Самары в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» Будет обустроено 6 дворов 5 по программе «Содействие» 25 дворов обновятся в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» Благоустройство дворов и общественных пространств Приоритет у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Глава региона подчеркивает и роль самих жителей Результат достигается благодаря конструктивной совместной работе Убежден губернатор Галина Топилина, Григорий Плешаков, События В Самаре одним незаконным киоском стало меньше В промышленном районе сегодня снесли павильон, расположенный на пересечении проспекта Кирова и Теннисной Вечерами в нем продавали алкоголь Ночные покупатели шумели и распивали напитки в ближайшем дворе Подробности в нашем материале Сегодняшняя ночь для жителей домов, расположенных на пересечении проспекта Кирова и Теннисной Пройдет в долгожданной тишине Здесь носят незаконный киоск, в котором вечерами продавался алкоголь Распивали его покупатели в ближайших дворах и на расположенной неподалеку детской площадке Жалобы жителей обратились в администрацию промышленного района Самары Сегодня сюда приехал погрузчик Шум этот надоел Ночью поздно подъезжают машины с громкой музыкой Очень громко ведут себя Бывают разборки у них какие-то здесь очень шумные А иногда вот где-то они в кустах останавливаются там И до утра у них там сидят, там пикник или что там с музыкой Они здесь пиво наберут ночью И ближайший двор, это наш двор Детская площадка Бегут туда, сидят и всю ночь горлопанят Спать вообще невозможно В Самаре работа по демонтажу и вывозу незаконных объектов потребительского рынка в приоритете В плановом режиме вывозят ларьки, павильоны, тонары Работы по их ликвидации проводятся по графику А в рамках профилактической работы по выявлению случаев незаконной торговли Администрация промышленного района совместно с полицией Регулярно проводят плановые рейды на вверенной территории В этом году проведено 24 совместных выезда Что касается конкретно данного павильона Поступила жалоба жителей на торговлю из какого-то непонятного павильона алкоголем Специалистами муниципального земельного контроля было проведено выездное обследование В результате которого оказалось, что данный торговый объект не имеет никаких разрешительных документов ни на павильон, ни на землю Коммерсанту было вынесено предупреждение с требованием освободить территорию Он распоряжение районных властей не исполнил Сейчас по факту незаконной торговли алкоголем проводят проверку полиция В настоящий момент здесь продавца нет, павильон закрытый Поэтому сотрудники полиции на месте Мы сейчас отработаем согласно закону И погрузим, увезем на площадку хранения Если в ближайшее время предприниматель не предоставит районным властям документы, подтверждающие право собственности на киоск Администрация обратится в суд, который признает павильон собственностью районных властей, что позволит его утилизировать Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События Депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн провел личный прием граждан С какими вопросами пришли к народному избраннику самарцы, узнала Галина Топилина Начало строительства нового жилого квартала на территории бывшего завода имени Масленникова Обернулась проблемой для жителей частного сектора Расположенного в квадрате улиц Мусоргского, Липецкой и Соколова Рассказывает житель дома по улице Мусоргского Валерий Сынтин Грузовая техника, которая большегрузная, более 40 тонн, разрешенной максимальной массой Проходит мимо нашего дома Трафик настолько интенсивный, что там просто организуются пробки И у нас, как у жителей, большие затруднения Вот все в пыли, все в грязи, выйти не можем Валерий вместе с братом Сергеем пришел на прием к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну Для решения проблемы граждан собрались руководители профильных ведомств Глава Октябрьского внутригородского района Самары И руководитель фирмы-застройщика, которая ведет работу на территории бывшего завода Закрыть участок, понимая так, что мы не можем, потому что стройка будет идти И, в общем, здесь мы ее с вами не остановим Давайте пообсуждаем тогда, какие у нас есть возможности Помочь гражданам можно только совместными усилиями Отмечает глава Октябрьского внутригородского района Самары Сергей Радько Территория перспективная, там строительство предполагается Магистрали, дороги, дороги правильнее Тротуаров и велодорожек, строительство школ и домов Интенсивность стройки большая И сегодня какие-то компенсационные меры можно только сообщать Вместе с заинтересованными застройщиками При участии администрации департамента По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Городской администрации Олега Ивахина С началом строительства застройщика обязали поддерживать В надлежащем состоянии дорогу По которой крупногабаритный транспорт проезжает на стройплощадку На встрече решили усилить совместную работу в этом направлении А также установить вдоль дороги временное освещение Проведется сейчас отсыпка дороги асфальтобетонным гранулятом Чтобы дорога не была грунтовая Ну и будет поддерживаться Скажем так, будет периодически проводиться увлажнение дороги Обеспыливание, так называемое, для того, чтобы было комфортно На территории завода, помимо жилой застройки Планируется строительство дублера улицы Новосадовой По проекту, представленному Минтрансом, улица Липецкая превратится в четырехполосную дорогу Протяженностью от северо-восточной магистрали Она пройдет через улицу лейтенанта Шмидта до развязки на улице Аврора На участке улицы Липецкой у частного сектора Проектом предусмотрены тротуары, освещение и шумозащитные экраны Сегодня жители получили ответы на многие вопросы Понятно, что стройку, которая уже идет сегодня, не остановите, люди это понимают И, в общем, с этим соглашаются Но при этом, конечно же, они хотят нормального человеческого существования Нормальной жизни и право у них на это абсолютно есть Строительство инфраструктуры неразрывно связано с жилой застройкой Потребности населения в дорогах и соцобъектах всегда ставятся во главу угла при разработке проектов При этом жители города, проживающие на прилегающих к планируемому или уже ведущемуся строительству Также не остаются без внимания со стороны органов власти Галина Топилина, Игорь Казановский, События Осенью заработает учебный корпус Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта На улице Молодогвардейской Ремонт, начавшийся несколько лет назад, уже на финальном этапе Как проходит восстановление одного из памятников истории архитектуры Проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн Подробности узнал Михаил Ермоленко Еще пять лет назад сложно было представить, что один из учебных корпусов бывшего речного техникума А ныне филиала университета водного транспорта может выглядеть так свежо Ремонт в здании не проводился с довоенных времен, а теперь здесь вовсю кипит работа Обновление уже на финишной прямой На средства федерального бюджета восстанавливают все Начиная с торца здания и заканчивая внутренними интерьерами Увидеть, как проходит ремонт, приехал депутат Госдумы Александр Хинштейн Именно при поддержке парламентария выделили средства на обновление здания Начиная с 2018 года я стараюсь максимально содействовать, способствовать развитию этого заведения И полным ходом идут реставрационно-восстановительные работы в основном учебном корпусе Здание, являющимся памятником истории архитектуры на улице Молодогвардейской К осени текущего года эти работы будут в полном объеме завершены Мы сегодня обошли объект, в этом удостоверились Общая площадь ремонта 3400 квадратных метров Меняют перекрытия, монтируют стены, лестничные пролеты Заменяют инженерные коммуникации, восстанавливают крышу Сейчас полностью готовы окна с фурнитурой Отреставрированы фасады, работают над внутренней отделкой Установили новую противопожарную защиту, санузлы Масштабный ремонт продолжается в аудиториях и актовом зале Особое внимание уделяют системе вентиляции и кондиционирования Здание учебного корпуса бывшего речного техникума переживает настоящий ренессанс Я очень рад тому, что наш бывший речтехникум выходит в большое плавание Сегодня внимание со стороны федерального центра, учредителя к нему большое И с этого года у нас начинается подготовка студентам уже по высшим программам обучения Во время проверки учебного заведения Александр Хинштейн и заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного флота Владислав Ставицкий Также посетили один из действующих учебных корпусов и общежития Приняли решение, что оба здания также нуждаются в ремонте Уровень содержания быта наших курсантов имеет очень важное значение Надо определиться по составлению дефектной ведомости Определение суммы необходимых денежных средств на восстановление И приведение вообще к нормативному состоянию этого объекта Делегация также посетила место строительства будущего учебно-тренировочного центра После его возведения учащиеся смогут проходить профессиональную подготовку в условиях, приближенных к реальным Здесь оборудуют классы для испытаний по самым разным направлениям Сейчас решается вопрос финансирования для будущего строительства Михаил Ермоленко, Игорь Казановский, События Комфортный и безопасный отдых в муниципальных детских оздоровительно-образовательных центрах Находится под чутким контролем областных и городских властей В этот четверг депутаты осмотрели обновленные корпуса центра «Авангард Самара» Подробности у Александра Гусевой Аккуратные тропинки, уютные столовые, новый корпус с четырехместными комнатами В каждой из которых есть туалет и душевая Учебно-методический центр «Авангард Самара» преобразился благодаря участию региона в федеральной программе по восстановлению и строительству объектов отдыха детей и их оздоровлению Самое принципиально новое – это новый корпус Который мы построили в рамках федеральной программы быстровладимого жилья То есть мы подали заявку в прошлом году, выиграли наш регион, выиграли Мы получили грант на строительство этого корпуса Представители комитета Самарской губернской думы по вопросам образования и науки оценили произошедшие изменения В прошлом году у нас было выездное заседание комитета И мы видели, что, безусловно, территория лагеря нуждается в обновлении В этом году мы увидели новый модульный корпус, который был построен на федеральные средства С софинансированием из областного бюджета и с небольшой долей софинансирования из городского бюджета Кроме нового корпуса здесь также был отремонтирован пищеблок Организована площадка, полоса препятствий, обновлены фасады и окна корпусов Александр Гусева, Игорь Казановский, События Сеть разумная, добрая, вечная В Самаре подвели итоги 12-го форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» В этом году члены жюри рассмотрели более 700 заявок Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры присылали аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу У телеканала «Самарегист» три награды Подробности в нашем материале Увидеть хорошее и светлое в привычных вещах Рассказать о городских событиях душевно и с добротой В Самаре подвели итоги 12-го форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» По видеоконференц-связи к участникам форума обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров «В это непростое очень время, людям и нужны знания, и даже поддержка Ваша поддержка, а уверен, помимо того опыта, который вы так щедро от всего сердца передаете И нашим землякам, и нашим гостям, конечно же, я знаю, вы всегда доходите и слова поддержки «Очень это важно сегодня для каждого россияния, но и отдельная забота, защита, то, что касается семей военнослужащих, это, конечно, наш святой долг, по-человечески понимая, что по-другому просто невозможно» На форум, который зародился на Самарской земле, съехали спикеры со всей России По словам членов жюри, за годы существования форум видоизменился, насытился новыми смыслами, расширил горизонты Мне очень отрадно, что именно в Самаре родился такой федеральный конкурс, как Добрые новости Представьте, с 2012 года более 15 тысяч работ За это время выросло новое поколение, в котором я, как член жюри, лично замечаю очень большие изменения Дети изменились, люди изменились, изменился мир И сегодня наш конкурс, он, в общем-то, даже не про новости и не про добро, а гораздо шире В условиях, когда мы живем в новых информационных обстоятельствах Мы должны четко разделять, что новости про добро должны быть четко выверенными И правильно векторно направленными На шести площадках шли дискуссии с участием экспертов из разных регионов России Спикер площадки «Геобрендинг. Практические коммуникации в продвижении территории России» Светлана Колосова отметила, что у Самары сформировался теплый и добрый образ Самара, на мой взгляд, это территория, где очень много доброты И не зря я так говорю, у вас очень серьезные социальные программы И я именно их поддерживаю, и люди, которые душевные И поэтому к вам приятно приезжать в гости Не потому, что здесь есть красота, хотя она присутствует А потому, что здесь есть доброта и теплота, и гостеприимство Марина Мокина, член Координационного совета по социальной рекламе и соцкоммуникациям Общественной палаты России, рассказала, почему так важно делать проекты о вечных ценностях Позитив — это то, что дает тебе возможность двигаться дальше по жизни Когда ты видишь перспективы, когда ты чувствуешь, что твои позитивные изменения Нужны не только тебе, но и обществу, и помогает обществу развиваться Потому что без позитивного восприятия мира, без позитивной программы восприятия мира Очень сложно жить Спикер площадки о сценарии информационной войны в современных условиях Михаил Ануфриенко рассказал, как бороться с фейками Вот этот инструментарий, он стал намного доступнее, шире Мало того, в информационную войну, соответственно, вовлечено значительно большее количество людей Но из-за этого она становится значительно сложнее, она становится многоплановой Потому что зачастую люди, которые участвуют в информационной войне Люди, которые искренне делают это, не за деньги, не по должности Но в силу отсутствия образования, квалификации, понимания, они зачастую работают, по сути, на врагах Помощь участникам спецопераций и их семьям стала лейтмотивом всего форума Волонтеры из всех районов Самары привезли показать то, что они создают своими руками И отправляют в зону спецоперации Маскировочные сети, одежду, белье, блиндажные свечи Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и глава Самары Елена Лапушкина Отметили важность вклада неравнодушных жителей в общее дело Особенностью форума этого года стало то, что любовь, верность, патриотизм Сегодня имеют особое значение И когда мы форум задумывали, тематику и рекомендованные какие-то темы Мы просили наших пассионарных, наших замечательных людей Обратить внимание как раз на темы, связанные со спецоперацией Связанные с нашими воинами, которые выполняют свой долг, с их семьями Я вот рассматриваю этот форум как рассказ о людях Которые продвигают тот или иной проект Которые рассказывают о наших достижениях Которые рассказывают о своих соседях Которые занимаются замечательными, добрыми, мирными, благородными делами И видно же, что это делается от души И убеждена, что ребята нашу любовь и нашу поддержку чувствуют В этом году члены жюри форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» Рассмотрели более 700 заявок Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры Прислали аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу У телеканала «Самара ГИС» три награды Журналист Инесса Панченко победила в номинации «Лучшая социальная программа» За программу «Обернитесь» В ней рассказывают о людях с непростыми судьбами Которые смогли преодолеть трудности и начать жизнь заново Насчет излишнего погружения Да кто мерил эту грань? Где оно лишнее? Где оно слишком глубоко? Не знаю Как чувствуем? Как наша вся группа, которая работает над программой, чувствует? Так оно и получается Руководитель направления по медиакоммуникациям Анатолий Головко стал победителем номинации «Лучший социальный ролик» Я хочу отметить, что на телеканале «Самара ГИС» работают действительно люди, которые очень хорошо чувствуют город, понимают его и вместе с жителями Самары решают все возникающие проблемы А наш проект это не что иное, как признание в любви к прекрасному городу на Волге, Самаре Ответственный редактор телеканала «Самара ГИС» Виктория Шаре победила в номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ» За сюжет связала счастье своими руками Героем стала бабушка, связавшая яркие и теплые накидки на сиденье для самарского троллейбуса Проекты нашего телеканала сохраняют социальную направленность У нас есть и «Зоопатруль», и «Право на маму», и программа «Обернитесь» И неудивительно, что при таком количестве социальных проектов у нас в этом году целых три победы на этом форуме Ну а что касается сюжета, то конечно, наверное, получать приз должна была бы та бабушка, которая связала чехлы для троллейбусов И ее чудесная дочка, которая подкинула ей такую идею Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» проводился одновременно с конкурсом «Юнкор», в котором участвовали юные журналисты Вскоре уже подрастающей смене предстоит снимать сюжеты про разумное, доброе и вечное Михаил Ермоленко, Виктория Шара, Николай Епифанов, События Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств Глава Самары Елена Лапушкина поздравила соцработников с профессиональным праздником, который отмечают 8 июня Она отметила, что при поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова в Самаре оказывается 72 меры социальной поддержки, из них 31 мера за счет средств бюджета города Мэр пожелала социальным работникам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, крепкого здоровья, удовлетворения от своего труда и благодарных улыбок подопечных, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской» Также телеграм-канал городской администрации информирует, что в этнопарке «Дружба народов» запланирована тематическая программа, посвященная празднованию Дня России Она пройдет накануне праздника, 11 июня С 11 утра до 20.00 пройдут мини-экскурсии в национальных подворьях С 13 до 16 часов интерактивная программа для детей, игры и конкурсы Также ожидаются мастер-классы и концертная программа Телеграм-канал Самарского района приглашает жителей посетить районный этап городского турнира «Высший класс», где в трех видах спорта будут соревноваться родительские и школьные команды Турнир пройдет 14 июня с 18.00 до 21.00 на многофункциональной спортивной площадке у речного вокзала «Скус» к улице Вензека Будут представлены такие виды спорта, как футбол и баскетбол, а также соревнования по чирлидингу На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok